Cadillac представил огромный паркетник. Honda раскрыла новое поколение кроссовера Passport, а марка Avatar официально выходит на российский рынок. Здесь неделя на колесах, с вами как всегда, Катя. Поехали! Продажи электромобилей в мире падают, но Cadillac все равно продолжает расширять свою модельную линейку электричек. Сейчас в ней есть пятиместные кроссоверы Optic и Lyric, а также гигантский Escalade IQ. А теперь представили еще один паркетник – Vistik. Он имеет длину в 5,2 метра, но для Америки это не так много. Ведь Vistik – младший брат электрического Escalade, который имеет длину 5,7 метра. Хотя даже 5 с небольшим метров хватает, чтобы штатные колеса на 23 дюйма выглядели скромными. В целом новый Vistik похож на тот же Escalade. Оптика двухэтажная и спереди, и сзади. В салоне знакомый изогнутый экран диагональю 33 дюйма. Интересное можно найти в списке оснащения. Например, роскошь по-американски – это 5-зонный климат-контроль, 23 динамика аудиосистемы и натуральное дерево в отделке. С техникой мудрить не стали. У кроссовера нет выбора мощности или батареи. Два мотора выдают 623 л.с. и разгоняют машину массой 3 тонны до 60 миль в час за 3,7 секунды. В общем, если вам не хватало денег на Escalade IQ, которые стоят в Америке минимум 13 миллионов рублей без учета растаможки и доставки, то присмотритесь к Vistik. Он почти в два раза дешевле. 8 миллионов за базовую версию. Кто-то помнит Honda Passport как рамный внедорожник на базе Isuzu Rodeo, но теперь под этим именем давно выпускают кроссоверы. По сути, Passport – это укороченная пятиместная машина на базе кроссовера Pilot. И теперь японцы представили новое поколение, которое стало значительно лучше выглядеть. Раньше и пилоты Passport выглядели как увеличенный кроссовер CR-V, а теперь Passport более квадратный и серьезный. Настолько серьезный, что его даже представили во внедорожной версии Trail Sport. Техника тоже неплохая. Атмосферный V6 на 289 лошадей и 9-ступенчатый автомат, а полный привод входит в штатное оснащение. Причем не обычный полный привод, а с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Просить за все это будут примерно 4 миллиона рублей в базовой комплектации. Машины марки Avatar уже давно везут к нам по параллельному импорту. Мы тестировали кроссовер Avatar 11 еще год назад, но теперь ситуация изменится. Чанган объявил, что марка Avatar официально выходит на наш рынок. В принципе, идея логичная. Необычные и эффектные электромобили у нас пусть и понемногу, но покупают. А теперь к ним обещают 8-летнюю гарантию, адаптацию под наш климат и обслуживание у официальных дилеров. Может кто-то передумает покупать Лисян из параллельного импорта и купит вместо него дилерский Avatar. Правда, пока не сказали, какие именно модели к нам привезут. Судя по всему, начнут с кроссовера Avatar 11. Почитайте наш тест-драйв в описании к видео. Ну а в целом моделей у марки немного. Помимо кроссовера 11 есть еще кроссовер 0.7 и седан 12. Так что есть вероятность, что постепенно к нам привезут весь ассортимент. Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Cherry представила концепт внедорожного минивэна Full Win с необычной внешностью. Если узкие фары выглядят уже привычно, то фонари огромным кольцом на всю корму – это очень смело. Посмотрим, что из этого доживет до серийной версии, если она появится. Китайский бренд GE, принадлежащий Джиле, представил суперкар Robo X. Машина будет построена на базе карбонового монокока, а четыре электромотора будут разгонять ее до сотни за 1,9 секунды. Но пока все в будущем времени. Это концепт. А реальные машины обещают в 2027 году. Но выглядит красиво. Наш дизайнер Никита Чуйко, как всегда, подготовил свежие рендеры. Начал он с фантазии о том, как может выглядеть внедорожник на базе нового пикапа Kietosman. Накладки на крыльях Никита покрасил цвет кузова. Зато на двери багажника добавил черную вставку, которая делает машину интереснее. Напишите в комментариях, купили бы вы такой внедорожник вместо пикапа. После Kia Никита дал уже серьезный прогноз – внешность будущего седана Audi RS5. В новом корпоративном дизайне Audi выглядит более спортивно, чем нынешние, а крупные выхлопные трубы выдают заряженную версию. Ну а затем Никита показал, как будет выглядеть новая трешка BMW с двигателями внутреннего сгорания. Машину уже вывели на тесты, и, судя по всему, ее внешность будет не такой пугающей, как у электрической версии. Фары должны остаться более привычными, а ноздри станут меньше, что тоже неплохо. Боковины почти плоские, а фонари в стиле новой пятерки BMW. Ну и к нашим публикациям. Андрей Судьбин обкатал новый Чанган CS75+. Ну, как новый, скорее обновленный. Но пусть он и не удивил внешностью, зато под капотом у него есть пара серьезных аргументов. Каких? Читайте в рассказе Андрея. Михаил Кзовский прокатился на солидной и даже немного пугающей машине из советских лет. Черная Волга 3102 когда-то была автомобилем из другого мира. Мира высоких чинов и особого статуса. А сегодня это просто ретро-автомобиль, который может пробудить воспоминания. Если вам тоже есть что вспомнить, заходите в материал Михаила. Все знают американские гонки серии Носкар, но не все знают, как они заразились. Если вы думаете, что дело было как в Европе, когда богатые энтузиасты начали строить быстрые машины, то ошибаетесь. На самом деле все началось из-за того, что нелегальные торговцы во времена сухого закона стали возить самогон и гонять от полиции. И это не шутка, все так и было. Андрей Кринкин готов подтвердить. Читайте на сайте его рассказ о том, как торговля самогоном дала начало профессиональному спорту. На сегодня это все, друзья. Все ссылки на материалы вы как обычно найдете под видео на ютубе. С вами была Неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!